Полтора миллиона тонн высококачественной стали прокатной продукции в год. Такова мощность нового предприятия Тула, который начнет работу уже в следующем году. Продукция будущего литейно-прокатного комплекса позволит не только снять зависимость от зарубежных поставщиков. Она будет широко использоваться в промышленном секторе при освоении Крайнего Севера, Арктики и Дальнего Востока. Пойдет на автомобили и судостроение в оборонный комплекс. Из стали будущего предприятия будут выпускать нефтегазовые платформы. Подобного производства в стране пока нет. Реализация масштабного проекта началась в 2013-м. Его поддержали не только на региональном, но и на федеральном уровне. Проект включен в стратегию развития металлургии России. С будущим производством знакомится министр промышленности и торговли. Денис Мантуров отмечает, важно создать конкурентоспособное предприятие с линейкой продукции широкого назначения. Вы еще смотрите, обязательно кроме Европы и страны Восточной Азии, где есть хороший рыночный потенциал, по какой-то из линейки, может быть, есть недосвоенность. Поэтому вы изучите, особенно Индонезия, Малайзия, Тайлан. Для региона это не только новые рабочие места. После полного ввода литейно-прокатного комплекса в эксплуатацию их появится более полутора тысяч. Это и дополнительное налоговое отчисление в бюджет региона. Перспективы развития областного промышленного кластера Алексей Дюмин продолжает обсуждать с Денисом Мантровым на двусторонней встрече. В области, помимо успешных предприятий, есть и проблемные, но не менее важные для региона. Их опыты, научные наработки необходимо сохранить. Однако без федеральной поддержки справиться непросто. На территории региона остались предприятия, которым важно оказать адресную поддержку. И это не только по программе социальной напряженности, но в первую очередь для укрепления обороноспособности нашей страны. Речь идет о нити и заводить штамп. Министр промышленности и торговли соглашается оказать поддержку важным не только для региона, но и для страны в целом предприятиям необходимо. И обещает продумать пути выхода из сложившейся кризисной ситуации. Это все предприятия, которые входят в периметр интересов нашей москорпорации Ростех. Поэтому мы обязательно найдем решение и через холдинг техмаши предприятия «Базальт», которые заинтересованы как раз в кооперационном сотрудничестве с этими предприятиями. Денис Мантуров при этом отмечает, Тульская область является важным стратегическим регионом как промышленного, так и оборонного кластера страны. Но пик гособоронзаказа придется на 2017 год. Уже сейчас необходимо думать над перепрофилированием предприятий на выпуск продукции гражданского назначения и создавать альтернативные востребованные производства. Все предпосылки в регионе для этого есть, продолжает Мантуров, а федеральные ведомства помогут решить поставленные задачи. Надежда Мелихна, Роман Тюкин, Первый Тульский.